В начале месяца в городском округе Люберцы было отмечено несколько случаев подозрения на бешенство домашних животных. К счастью, это оказалось ложной тревогой. Ни у одного из питомцев диагноз не подтвердился. Значительную роль в защите от опасного заболевания играет вакцинация. Она проводится в ветеринарных клиниках круглый год. Полуторагодовалый Джонни – частый гость Люберецкой ветеринарной станции. Его хозяйка тщательно следит за здоровьем любимого питомца. На этот раз поводом для визита стала вакцинация от бешенства. Это уже вторая прививка в жизни маленькой собаки. Первая была ровно год назад. Все, молодец. Всего вакцинация у нас будет работать в течение года. Допускается в течение суток незначительная рялость. Это является нормой. Но, как правило, все это проходит совсем незаметно. Мы живем в полосе, где много лис. У нас здесь в соседнем районе бегают лисы. Поэтому обязательно нужно делать прививку от бешенства, чтобы собака не заболела. За здоровьем детей нужно всегда следить. Неважно, четыре лапы у них или две ноги и две руки. Для меня это как маленький мой сын. Следовать примеру заботливой хозяйки важно всем, у кого есть питомцы. Бешенство может передаваться от животного к человеку. Исход у опасного заболевания один – смертельный. Лечение этого заболевания не разработано и не предвидится никаких путей решения этой проблемы. Заболевание передается, как правило, при укусах, либо ослюнении. Если у человека, допустим, или у животного повреждение, кожного покрова, если больное животное ослюнило, даже не укусило, просто там или отсрапало, то заражение возможно. Вакцинация – единственный способ уберечь себя и животное от неминуемой смерти. В Люберецкой ветеринарной станции прививку делают бесплатно. Важно помнить, что при любом подозрении на бешенство нужно немедленно обращаться за помощью. Опознать больное животное можно по резкой перемене настроения, потере аппетита, повышенному слюноотделению и вялости. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.